Продолжение следует... И события это связаны с тем, что на Константинополь напали варвары. И как некоторые предания и летописи говорят, что варварами этими были наши, скажем так, славянские русские племена. Есть такое предание, что это были Аскольд и Дир, известные братья, и что они были первыми, кто приняли крещение, так называемое еще крещение до крещения Руси. Потому что уже бабка князя Владимира, который крестил Русь, она уже была христианкой. Мы это знаем с вами, бабку звали Великая Княгиня Ольга. И вот это предание их на самом деле, исторических источников, которые бы точно подтверждали эти события, их не существует, их нет. И поэтому много всяких версий существует, как этот праздник появился, кто там были нападавшие, то ли это были мусульмане, то ли наши язычники еще. Ну вот такое предание существует, что это были князья Аскольд и Дир. И что когда они зашли в бухту Золотой Рог, в которой находится Константинополь, то поднялся шторм, который все ладьи, все корабли просто раскидал как щепки, и было очень много погибших. А произошло это благодаря тому, что жители Константинополя понимали, что сейчас случится страшное, сейчас войдут войска варваров, начнут грабить, убивать, насиловать. И они понимали, что у них нет никаких сил защищаться. И прибегли к молитве, к молитве Господу, к молитве Пресвятой Богородицы. И вынесли из Влахернского храма, это была такая сокровище-хранительница, святынь, где находилась и плащаница Христа, находился крест, частица большая креста Господня, который выносили на воздвижение. И в этом же храме находилась сокровищница, как раз-таки вот этот Мафорий Пресвятой Богородицы. Мафорий это как бы покров, такой головной убор, большой-большой плац. И этот Мафорий вынесли патриарх вместе со священниками и опустили в воды Босфора, этого пролива, и пухты Золотой Рог, куда прибыли корабли варваров. Ну, вот по преданию, что варварами этими были наши предки. И когда они это сделали, то поднялся шторм, буря, и раскидало эти корабли. Таким образом, спас народ от нашествия иноплеменей. И вот по преданию, Аскольд и Дир, да, видели некую жену. Они думали, что это богиня, которая появилась на небе, после чего и начался этот шторм. И они спрашивали уже у местных жителей, что это за богиня такая, что это за жена. И им рассказали, что это Пресвятая Богородица, и они приняли крещение. И они приняли крещение. Опять же, это предание существует такое, документальных свидетельств этому нет. Но это очень для нас важно понимать, что именно наши предки, они шли в Константинополь за золотом. Таких набегов много кто совершал, их предшественники. Для наших предков, еще тогда не хрещеных, не христиан и язычников, для них богатство главное было золото. Золото, драгоценные камни, все то, что можно было награбить, отвезти с собой и таким образом богатеть, самим обогатиться, укрепить свою власть. То есть ехали они в Константинополь, можно сказать, за земным богатством, за земными почестями, за славой земной. А в итоге, вместо этого богатства, они получили большее богатство. Они получили веру, которая стала основополагающим фундаментом для многих славянских народов. И в итоге, благодаря этой вере, которую они приобрели там, они обрели намного более богатство, чем того желали. И вот крещение Руси, конечно, это стало переломным моментом в нашей истории. До этого были поляне, селяне, вы знаете, вятичи, кривичи, русичи, отдельные племена, которые стали новой христианской цивилизацией, большой христианской цивилизацией, стали новой нацией христианской, которая называется Святая Русь. И это намного больше, чем можно было ожидать от золота и от бриллиантов, и от всех других богатств. И вот этот праздник Покрова Пресвятой Богородицы, получается, для Руси стал переломным моментом. И удивительно, что греки этот праздник не отмечают. Этот праздник отмечают в славянских государствах. Он стал таким объединяющим наши народы праздником. И объединительным стала вера. Тот фундамент, крепче которого быть ничего не может. Но сегодня, к сожалению, мы воюем, как это было. Уже бывали такие времена, особенно во времена перед татаро-монгольским игом. Времена, когда князья убивали друг друга, опять же, ради этих земных, они забыли основное свое главное богатство. И постоянные набеги на территорию друг друга, лилась кровь. И церковь всегда, она не принимала чью-либо позицию. Она пыталась примирить князь. Примирить. И, к сожалению, этого не удалось тогда сделать. И Господь тогда наказал нас татаро-монгольским игом. Это было очень продолжительное время. И если бы в тот момент не явились нашему миру такие святые, как преподобный Сергий, который вновь напомнил русским людям, где их богатство, где основной, не шкурные интересы, не интересы личные. А первое должно быть – это вера. Первое должно быть – это любовь к Богу. А все остальное, как говорил Господь, приложится. И вот сегодня нам необходимо это вспомнить. Потому что мы очень часто кричим лозунгами, что мы православные, мы Святая Русь. Но где она, Святая Русь? Вот сегодня престольный праздник. Много людей приехало, я вижу, из изобильного. А где Святая Русь? Вот здесь, в этом храме. Святая Русь, наверное, с утра похмеляется, может быть. Может быть, еще что-то. Ну, в общем, до храма не доходит Святая Русь. И это печаль. А еще Святая Русь держит оборону на Днепре. Фронт там проходит. Это очень символично, дорогие братья и сестры. Потому что это река. В которой Святая Русь крестилась. И теперь там воюют. И это на самом деле почему происходит? Всегда войны происходят по грехам. И не кого-то там греха, а наши. Если вы откроете Библию и почитаете, по каким причинам нападали иноплеменники на Израиль, который был богоизбранным народом, то всегда эта причина будет, что забыли Бога. Одна и та же. Забыли Бога. Стали служить иным богам. То же самое происходит и сейчас. Мы только кричим, что мы Святая Русь. Продолжаем воровать. Продолжаем. Миллионы у нас абортов в год проходят. Убивать детей собственных. Крови льется больше. В тех местах, где люди должны рождаться и радоваться жизни. Там происходят аборты. Люди наши разучились разговаривать на человеческом языке. Они разговаривают матом. Не ругаются. А именно разговаривают матом. Люди наши забыли дорогу к храму. Люди наши стали служить иным богам. И первый это мамон. Первой ценностью не бог теперь является для русского человека. И это касается не только здесь нас. Это и украинцев, и белорусов. Всех это касается. Все это один русский народ. И поэтому у нас началось то, что началось. Как ее ни назови, это война. И если мы не покаемся, если мы снова не обернемся к истинным ценностям, и не поставим их не просто на слова, а в жизни своей, во главу угла, мы будем продолжать служить иным богам. Мы будем продолжать уходить дальше и дальше от Бога. И хорошего ждать от этого не стоит. Поэтому нам нужно самим прежде всего покаять. Нам нужно самим осознать, что мы будем под покровом Всевышнего. Богом Богородице, когда мы сами под Него прибежим. Пока что не видно, чтобы нам это было нужно. Пока что не видно на деле, что Русь хочет быть именно святой. Стремиться к этому. И сегодня в этот день хочется пожелать нам всем, чтобы мы вернулись всех. Вернулись в тот дом, который называется Святая Русь. Вернулись под покров Пресвятой Богородицы. Бог всегда с нами. Он нас никогда не бросает и не оставляет. И Пресвятая Богородица всегда с нами. Но мы должны, мы должны повернуться к Богу. Мы должны впустить Его в свою жизнь, в свою душу, в свое сердце. И только тогда у нас начнет все налаживаться. Только тогда. Конечно, нам не хватает таких светильников Божиих, как в свое время был преподобный Сергий Радонежский. Который смог не просто сказать словами и достучаться до людей, а явить своим житие, явить ту благодать Божию. Явить то драгоценное сокровище, ради которого Он все оставил, всю земную славу и посвятил Себя Богу. Не хватает. И в нас, в христианах, мало видно этого света. Мало. И поэтому сегодня в этот праздник хочется всем пожелать, чтобы мы убрали из своей жизни всех этих идол, всех этих, все эти навязанные нам ценности и прибежать, как сказать, прийти, припасть к истинному источнику всякого богатства, к истинному источнику жизни, радости. Господу Богу, покрову Пресвятой Богородицы.